Добрый день, дорогие друзья! С вами опять я, ваш покорный слуга, режиссер, оператор, зритель и просто человек, который родился, вырос в Шапитовке и любит, надеюсь, так же, как вы, этот город. Сегодня 21 января 2016 года, минус 5 градусов, выпал свежий снег, ну, второй день уже идет свежий снег, скажем так, погода очень хорошая, такая, знаете, погода, я бы сказал, тех времен, тех забытых времен, когда я ходил в эту школу хочется, серьезно, хотелось бы, чтобы много и отдал, чтобы схватить портфель, побежать в эту школу, которую никогда не хотел ходить и перенестись в то золотое время, ну, к сожалению и к счастью, это невозможно. Так, мы едем по улице Чкалова. Для начала мы сейчас избавимся от бытового мусора, но бытовой мусор лучше всего выбрасывать на личном транспортном средстве. слева идет товарищ, который, непонятно, то ли он выбрасывать мусор, то ли его забирать, ну, тут все такие, вот она, ГОП-компания, Шебетовские Деды Морозы. Честно говоря, скажу честно, вижу первый раз такое количество. Может, после праздников? Обычно здесь никого нет. Вот, поэтому вот мы отвезли с вами мусор. Ну, у кого машины нет, наверное, они особо не заморачиваются с мусором. Зачем его пешком носить? Кстати, кто не видел, вот эта вот тыльная сторона двух домов, так называется, буквой Г, пересечения Карла Маркса, проеду немножко подальше, и Чкалова. Я скажу, что это вот сейчас, их еще что-то здесь можно разглядеть. Летом из-за этих тут растут ивы, их достаточно много. Двора не видно вообще. Вот так вот сейчас выглядит этот двор. Он ничем не изменился за те 40 лет, которые он здесь стоит. Да, по-моему, 40 лет. По-моему, 73 или 74 год. Ну, меня там часто упрекали в комментариях, что я называю не ту улицу, вот, не туда, то не тут. Я не историк. И я не могу с точностью вам говорить, или даже на память воспринимать. Я могу говорить только о том, что я вижу, вот, и то, что я помню. А история наука, которая, к сожалению, не может априори оперировать фактами. Поэтому, если есть такие знатоки шепетовки, пожалуйста, приезжайте пешком, на машине, на чем угодно, и восстанавливайте статус-кво. Ну, продолжаем двигаться дальше. Лево финский, в котором Павка Корчагин и Рита Устинович революцию делали. Так, ну, в принципе, у меня-то сегодня задач не так много. Я послезавтра уезжаю. Вот, но хотел бы съездить, заправиться. Вот, так, поворачиваем, пытаемся повернуть. Вот, паркуют машины так, что не видно машины, которые идут. То есть, запаркована полоса, и не видно машины, которые идут слева. Вот, ну, пока еще тут снегоуборочной техники было немного. В прошлый раз мы ее видели. Притом, если брать на душу население, вот, сколько мы видели уборочной, единиц уборочной техники, то Москва реально отдыхает. Так, ну, вот она. Кстати, это никогда не было площадью, это просто было памятник Николая Островского. Ну, это же тоже какая-то площадь, наверное. Пусть историки разбираются. Музей. Знаменитый паровоз на трубе. Везде труба на паровозе, здесь паровоз на трубе. Белый дом только вчера там был. Вот, с мамой ходили насчет субсидий. Так, ну, вот. Здесь сегодня эта горка достаточно пустынна. Точнее, вообще никого нет. Причина одна. Все в школе. Ну, что сегодня учебный день. Вот сейчас очень хорошо видно, справа белый дом, а вот прямо сейчас, вот, где стоит кран, продолжается строительство элитного жилья. То, что вы видите, это есть не что иное, как элитное жилье. Слева дом уже готов к заселению. Справа два этажа будет третий. Вот. Внизу будут офисы. Ну, как раз. Вот вам. Предоставляется реальная картина. Ну, скажем так, те, кто, может быть, не знает, может быть, сомневается. А если тут вообще живые люди, не всех ли еще бандеровцы повырезали, я могу сказать, что этого здесь нет вообще. Не то, что какой-то бандеровщины, а даже неуважительного отношения нет вообще. На каком языке ты обращаешься, на таком тебе и отвечают. По крайней мере, вчера Белый дом, я понимаю, что не для всех это является критерием, но даже там приняли заявление, написанное чисто на русском языке, и сказали никаких проблем. Пришел бы я в свою управляющую компанию с заявлением на украинском языке. Они на русском-то нифига не делают, не понимают. Так, ну, работающий шапитовский светофор. Вот, значит, надо, раз он тут стоит. Вот сейчас достаточно комфортабельные автобусы немецкие, которые почему-то табло «Бегущая строка» не работает. Вот, в шапитовке перевозят пассажиров. Вроде бы, три пассажира-перевозчика в шапитовке, независимых друг от друга. Автобусное сообщение достаточно хорошее. Можно, в принципе, доехать куда угодно, даже на Шанхай. Как таковых маршруток здесь нет. Просто нет. Есть пазики. Ну, может быть, они как бы типа маршруток. Но достаточно, конечно, они больше людей берут. Но вот в таком понимании маршрутка, как мы себе это представляем, по крайней мере, на территории России, Украины, Белоруссии, здесь такого понятия нет. Улица Островского. Ну, вот. Историки, если которые смотрят, мои блокбастеры, ну, пусть вот там напишут, что это была за улица до того, когда стала улицей Островского. Была ли она? Опять же, кто-то говорил, что улица Карломарца вроде бы была до Карломарца Пролетарской. Не знаю, насколько это правда. И вообще, я просто еду и наслаждаюсь погодой, тем, что меня окружает, временем, местом. Мне просто приятно здесь находиться. Ну, машин достаточно много. Вот навстречу прошел так называемый бусик. автобусик, полумаршрутка. Но это не маршрутное такси. Это Шепетовка-Славута, по-моему, был. Поворачиваем направо. Площадь. Четвертой школы. С танком. Ну, здесь мы уже с вами неоднократно были. Сейчас, наверное, я все-таки сделаю следующим образом. Я поверну и проеду вдоль больницы. Наверное, многие... Не самое лучшее место, не самое лучшее место. Тут меня упорно просили сходить в роддом, потому что все... Тот роддом, в котором большинство из нас родилось, или родилось, не знаю, как правильно, до сих пор на месте. Ну, что-то как-то я слабо себя представил там. Заехать я туда не смогу. А с видеокамерой там шариться. Ну, это как-то не совсем этично. Кто еще родит раньше времени. Вот слева поликлиника. Вот. Районная поликлиника, по-моему, даже районная. Ну, кругом аптеки. Кругом аптеки. Вот я сейчас направо поверну камеру. Вы увидите, что аптек здесь просто немерено. Вот они. И слева, и справа. Так. Так, но все равно. Налево. Вот, пожалуйста. Это вот этот вот больничный городок, скажем так. Ну, еще раз повторюсь, что, конечно, не самое такое место, кроме роддома, о чем люди с охотой вспоминают. Ну, тем не менее, вот сейчас он вот где-то здесь, по-моему. Да, слева что-то как-то здесь. Может быть, даже где-то и вот здесь. Вот дети. Но это, наверное, не только родились, чуть пораньше. Ну, короче, судя по детям, роддом где-то здесь. так, хорошо. Давайте мы аккуратно сдадим назад и поедем дальше. А говорю, что то, что мы с вами сейчас можем увидеть, это только благодаря отсутствию зелени. Шепетовка абсолютно без шевелюры в кавычках и все прекрасно видно. Здесь какие-то недостроенные корпуса слева. Задумка-то была неплохая в свое время Шепетовку до ума довести. Ну, как всегда у нас бывает. Чего-то не хватило. Здесь вот справа есть какая-то стелла. Вот она. Честно скажу, я не знаю, что это такое за памятник. Но, по крайней мере, молодоженов здесь в свадебные дни достаточно много. Слева еще один больничный корпус. Туда по какой-то необходимости я заходил совсем недавно, несколько лет назад. Могу сказать, что Шепетовка при всем этом самом, при всем том положении, в котором находится страна, я скажу, что в Шепетовке медицина мне понравилась. Самое, что мне больше всего понравилось, это то, что здесь ну вот есть еще врачи, остались врачи в моем понимании. Те, которые не просто выписывают рецепт, назначают анализы и так далее, и тому подобное, а те, которые еще, ну, скажем так, проявляют какую-то заинтересованность, то, что касается меня, у меня была проблема с ногой, я очень благодарен пану Ковальчуфу, это местный травматолог, искренне ему благодарен, снимаю шляпу, сейчас он находится в зоне АТО, вот, ну, я бы, конечно, очень хотел его увидеть и лично выразить ему слова искренной благодарности и признательности. На право улице Шишукова, мы там с вами были, ну, вот здесь все, газ до пола, через 15 минут можно быть в Славути, но в Славути нам не надо, прямо находится заправка БРСМ, БРМ, как она, не знаю, ну, Василий Алибабаевич просто даже не знает рецептов разбавления бензина без ослиной мочи, а вот это такая достаточно аккуратненькая заправка, но без броска рекламы, я здесь заправляюсь, ну, последние годы постоянно. Пойдем заправимся. Вот мы заправились всем украинским критикам, ну, скажем так, в кавычках, критикам режима, экономики, строя. Я хочу задать один вопрос, почему в стране, в которой нет ни ефти, ни газа, ну, в больших количествах, сегодня бензин в очередной раз подешевел на 50 копеек и стоит уже неприличных 17 гривен 50 копеек. Почему? Почему у нас только все в России дорожает? А здесь он подешевел. А почему бензин подешевел? так нет, же подешевело. Такие вопросы в России остаются без ответа. Так, возвращаемся обратно. Вот. Я в принципе хотел еще заехать здесь несколько мест, ну, давайте мы уже так проедем с вами, посмотрим. конечно, солнышко, очень такая погода, ну, не буду вам передавать свое настроение, но если бы, если у вас настроение плохое в данный момент, и вы бы каким-то чудом очутились здесь, я даю вам гарантию, что ваше настроение существенно бы улучшилось. вот. Таким вот образом мы теперь мы уже едем по основной дороге, не мимо больницы. Опять же, не буду я путаться в названиях улиц, исторических названий, где какая улица была. Знаю, что если налево туда поехать, по крайней мере, бывшая была улица Ватутина, сейчас она по-моему в Петлюры, а там же есть еще Бендеры рядом, ну что-то такое. Ну вот люди на остановке достаточно много. куда-то едут. Потеплело на один градус, минус четыре градуса. Вот так неспешно по диагонали чувачок переходит дорогу. Тоже надо уметь. Все с возрастом приходит. Вот видите. Даже есть лежачие полицейские. Четвертая школа справа. Я в ней не учился. Ну вчера мне, позавчера мне сказали, что якобы четвертая школа находится под патронатом каких-то польских организаций. Идет обмен с Польшей, там учениками, учителями, я не знаю чем. Ну в принципе может быть это и правильно. Да, вот он идет, самый настоящий чос. Опять режут деревья. Я знаю, что их режут постоянно. И весной, и зимой, и осенью как-то они мудряются отрастать. Коммунальные службы здесь их почему-то называют благоустройство. САК же благоустройство места. Не благоустройство, а как-то еще там по-другому. Но неважно. Ну это бывшая улица Ленина. Что я буду изобретать велосипед, если она для меня таковой была всю жизнь. Кстати, на сахарном заводе главный корпус сахарного завода украшен гирляндами и иллюминацией, которую можно реально увидеть от парка. Так как проспект идет по прямой, там в конце, в конце вдалеке находится корпус, и он освещен, то на таком расстоянии порядка, наверное, 3-4 километров видно эту иллюминацию. Рынок достраивается, открытый старый цирк, заброшенный, вокруг него колхозный рынок. Поворачиваем на проспект, проспект Мира, здесь какие-то парковочки, вот, немножечко проедем с вами по проспекту, посмотрим, как обстоят дела. здесь асфальт уложили новый несколько лет назад, и, по-моему, в прошлом году, в прошлом, позапрошлом, честно говоря, уже точно не могу сказать, значит, еще и тротуары тоже самое привели в божеский вид. И младший сын у меня здесь со свистом на роликах катался вечерами, то есть, как говорится, как бы то ни было, потихоньку порядок наводится. ну вот он, проспект. Я уже практически дома. Ну, с учетом разного рода моментов. Погода уж больно хорошая. Проедемся немножко дальше. конечно, никаких глобальных, никаких глобальных изменениях речь не идет, вот, но те перемены, которые есть в нашем родном городе, честно говоря, в то время, которое сейчас, то непростое время, в той обстановке, которая сложилась в стране, эти перемены просто поражают. И строительство, и благоустройство, и так далее. по крайней мере, меня. Проспект, проспект. Да, ну, тут особо чистить-то и смысла нет. Снега, он был почищен, это уже чуть-чуть выпал свежий. Вчера и сегодня. видите, людей достаточно много, такая, скажем, движуха, движуха, и учащиеся, да, очень много молодежи, кто бы что ни говорил, вот, я понимаю, что пенсионеры, может быть, они дома сидят, я не знаю, но молодежи очень много, и много детей дошкольного возраста. Приятно все это видеть, приятно на все это смотреть. Вот. Я не думаю, что это как-то может кого-то ввести в заблуждение, вот, потому что я не думаю, что это является последствием какого-то демографического взрыва или хотя бы политики, но я констатирую факт. Ну, чтобы много уже не ездить, я, пожалуй, вот здесь сейчас развернусь для разворота. Я выберу как раз подъедем с вами к храму, который построил Михаил Мацова, и в строительстве которого принимал участие мой отец. Вот. Здесь мы развернемся, конечно, это нонсенс, по крайней мере, для России, чтобы ворота в храм были открыты. Не дай бог, кто заедет, а тут, пожалуйста, свободно, ты можешь заехать, развернуться. Справа храм, а прямо это уже здание Шепетовской епархии. То есть, мы уже с вами говорили об этом, что теперь я не особо силен в церковных званиях и должностях. Короче, Шепетовский и Славутский тут. Ну, вы меня поняли. Главный теперь Шепетовский и Славутский и он здесь. Вот, люди крестятся перед храмом. Все, возвращаемся с вами обратно. Справа магазин Вопак. Уже говорил о том, что очень неплохой магазинчик. Ну, смотрите сами. Вот, свежие. Да, цена на яблоки четыре раза от московской. Это импортные яблоки. Импортные яблоки в основном польские. Здесь стоят в четыре раза дешевле, чем в Москве. С Нового года пиво подорожало. Бутылка сангушка уже стоит больше 11 рублей. Сангушка это настоящее живое пиво, очень хорошее, качественное пиво, которое варят на том самом знаменитом Славутском пивзаводе, которое в 90-м году спасли от приватизации и разграбления евреей. Завод спасли, а потом сами уехали. А все остальное было растащено, разрушено. А теперь там валят пиво по старым рецептам. Вот так вот. Евреи пиво не пили, а для нас его спасли. Вот такие люди оказывается. Перекресток Чкалова проспект. Ну вот еще раз покажу справа дом, который отстроен. Это новый дом, который был достроен. Здесь вот стоит какой-то офис продаж, где можно приобрести современное, доступное и комфортабельное жилье. Ну, дальше я уже поеду по своим делам. Вот. Я не буду больше вас отнимать ваше внимание. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо за внимание. Те, кто был со мной. До новых встреч. Берегите себя. Будьте счастливы. и помните, что Украина жила, живет и будет жить. И это меня очень радует. На этой оптимистичной доте позвольте сказать вам до свидания. . . . . . . .